Группа 40+, второе задание Выполнить как можно больше повторений в течение 15 минут 20 махов гирей, 24 кг для мужчин, 12 кг для женщин 20 бёрпи, 20 подъёмов ног к турнику 20 бросков мяча в мишень, 3 метра для мужчин, 2,7 метра для женщин Махи гирей При выполнении махов гирей необходимо поднять гирю над головой до полного распрямления в коленях, тазу, плечах и локтях Тело гири должно быть направлено вверх В нижней точке руки должны быть распрямлены Не засчитывается движение, при котором в верхней точке локти или плечи не распрямлены Не засчитывается движение, при котором в верхней точке тела гири направлено вперёд или вниз Не засчитывается движение, при котором в верхней точке коленные и лицезобедренные суставы остаются согнуты Бёрпи В нижней точке движения атлету необходимо лечь на пол, касаясь пола грудью и бедрами В конечной точке необходимо выполнить прыжок и при полном распрямлении в тазу и коленях выполнить касание руками во фронтальной плоскости или за ней Не засчитывается движение, при котором в нижней точке движения атлет не касается пола грудью Не засчитывается движение, при котором в верхней точке движения атлет не распрямляется в тазу или коленях Не засчитывается движение, при котором в верхней точке движения атлет не выполняет касание руками или касается спереди относительно фронтальной плоскости Подъём ног к турнику В исходном положении стопы атлета должны пересекаться вертикальной плоскостью, проходящей через ось турника. В конечной точке стопы атлета должны одновременно коснуться турника в пространстве, ограниченном руками атлетом. Допускается спрыгивать с турника после касания стопами перекладины. Не засчитывается движение, при котором в исходном положении стопы не пересекают фронтальную плоскость, проходящую через ось турника. Не засчитывается движение, при котором в конечном положении стопы касаются турника не одновременно. Не засчитывается движение, при котором в конечном положении стопы не касаются турника. Не засчитывается движение, при котором в конечном положении стопы касаются турника снаружи от рук. Бросок мяча в мишень. Мяч поднимается к груди через полное распрямление в бедрах. При выполнении бросков мяча необходимо в нижней точке опускаться в полный сет, при котором ось вращения тазобедренных суставов ниже оси вращения коленных суставов. В верхней точке мяч должен коснуться стены выше отметки 3 метров для мужчин и 2,7 метра для женщин. Повторение засчитывается при касании мячом стены. Не засчитывается движение, при котором в нижней точке движения бедра не опускаются ниже параллели или ось тазобедренных суставов не опускается ниже оси коленных суставов. Не засчитывается движение, при котором в верхней точке движения мяч не касается стены, либо касается ее ниже отметки 3 метров для мужчин и 2,7 метра для женщин. Не засчитывается движение, при котором мяч поднимается на грудь во время отскока от пола после падения. Не засчитывается движение, при котором при подъеме меча на грудь происходит полное распрямление в бедрах.